Вау, вау, еще палец весь откусит, аау. Смотри, инжир, инжир, свежий инжир. Такой сладкий. Это тоже, да? Это инжир, вот это самый лучший. И вот так, здесь завод, где сушить его. И вот так. Фильм ужасов. Где? Ты что, палец весь откусит, аау. Смотри, Зая. Красные, это спелые, да? Да. Мягкие, которые. Открываешь его. И вот это все. Вот так вот. Как это инжир растет, вот. Очень сладкие. Витя попробует тоже монстра. Она мелкая, она мягкая. Порви ее. Она очень легко. Правда сладкая? Мед. Смотри, у меня руки как клеятся. Всем привет, с вами Витя, и вы на канале под микроскопом. Этот вкусный фиолетовый фрукт с удовольствием едят взрослые и дети. Веганы и мясоеды. И никто даже не догадывается о том, что нежная мякоть фрукта стала чьим-то домом. Но обо всем по порядку я расскажу. Инжир это одно из самых древних культурных растений, а по некоторым данным и вовсе самое древнее. В культуре инжир выращивался сначала в Аравии, откуда был заимствован в Финикии, Сирии и Египте. Плод инжира, который называют также смоквой или фигой от фигового дерева, с ботанической точки зрения является цветком, хотя и своеобразным. Его соцветия перевернуты вовнутрь. Кожица это плотное основание, мякоть это множество бутонов, а то, что мы считаем семенами, это плоды, внутри которых находятся микроскопические семечки. Так как инжир это растение двуполое, то соцветия эти бывают как мужские, так и женские. И то, что мы видим на прилавках, это созревшие мешочки женских соцветий. Чтобы они созрели, их нужно опылить. Но как это сделать? Кстати, так выглядит неопыленное соцветие инжира. Хитрая эволюция нашла ответ. Опыляться фигом помогают осы, микроскопические осы и бластофаги. Также известны как фиговые осы. Но это еще не все. Мужские соцветия инжира служат для ос безопасным родильным домом, так как содержат внутри себя не только цветы с тычинками, но и так называемые галовые цветы, пустые коробочки, будто специально созданные для того, чтобы откладывать в них яйца. Так фиговая оса откладывает яйца внутри мужского соцветия. И вот оплодотворенная оса, желая воспроизвести потомство, с трудом протискивается в малюсенькое отверстие внизу мужского соцветия. Самоотверженная будущая мать жертвует своими крылышками и усиками, чтобы добраться до своей родильной вип-палаты. Оказавшись внутри цветка, оса откладывает яйца и погибает. В скором времени из яиц вылупляются новые осы, крылатые самки и бескрылые самцы. Они спариваются, а затем самцы прогрызают для самок путь наружу, сами при этом погибая. Самки же все перепачканы пыльцой, отправляются на поиски своих собственных вип-палат. Вот такой вот взаимовыгодный обмен в природе. Инжир предоставляет осам безопасное место для выращивания потомства, а взамен получает опылительный. И все счастливы. Так откуда берутся черви и нематоды? Все очень просто. Нематоды попадают в инжир с помощью опыляющих ос. Вскоре после заражения в инжире можно наблюдать крошечных червячков с небольшими трубкообразными ротовыми отверстиями, которые позволяют им питаться различными микроорганизмами. Таким вот образом и попадают нематоды, черви эти в инжир. Если вам понравился ролик, жмите класс и подписывайтесь на канал. До скорых роликов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok